Считаю соревнование открытым! Старты зимнего этапа гонок на выживание любители экстрима и скорости ждали давно. Теплая зима никак не позволяла выйти на трассу. Этой зимой мы планировали провести пять этапов, но из-за плохой зимы мы проводим первый этап, и возможно он будет и крайний. Если поле растает, мы просто увязнем. У нас есть специальная грязевая резина, но в условиях такой зимы это будет просто болото, и даже на грязевой резине мы не проедем. Здесь собрались спортсмены из Москвы, Видного и Домодедова. Как уже бывалые, так и совсем юные. У нас сегодня быстрая трасса, но мы ее укоротили, чтобы всегда был накал страстей. То есть 12 автомобилей на 700-метровой трассе будут постоянно бороться, обгонять круговые, возможно будут. То есть шоу будет каждую минуту, каждую секунду. Самый молодой пилот гонок Тимофей Смирнов. Впервые он принял участие в заездах в 15 лет. Сначала выступал на старой машине, теперь мне как бы дали поновее. Точнее, ну, дали корпус, а мы достроили сами. Гул моторов, виск тормозов и море адреналина. Здесь можно безнаказанно выталкивать соперников с трассы. Главное при этом самим не перевернуться. Среди болельщиков был замечен и президент спортклуба «Металлург» Валерий Нефантьев. Он рассказал, что хоть гонки на выживание не так давно практикуются в муниципалитете, нет ничего удивительного в том, что технические виды спорта здесь так востребованы и популярны. До 1975 года видно был центральный автомотоклуб СССР. В его обязанность входило формирование всех сборных команд Советского Союза по всем техническим видам спорта, в том числе по автоспорту, по мотоспорту. И уже из видного эти сборные команды уезжали за границу на различные чемпионаты мира, Европы. Гонки на выживание – это не только спорт, но и зрелищное шоу. Неудивительно, что каждый этап соревнований собирает множество зрителей, вход для которых всегда бесплатный.